Всем привет! Наступило очередное воскресенье, а это значит, что с вами в очередной раз новостная передача IGM News, в которой мы поговорим о самых интересных событиях из мира игровой индустрии за последнюю неделю. Сегодня в выпуске. Появились подробности об экранизации The Division и Doom. В новых Call of Duty и Battlefield появится Королевская битва. Геймдиректор Hardstone покинул ряды Blizzard. Деятельность Роскомнадзора повлияла на работу ряда игровых сервисов. Несмотря на то, что хороших экранизаций видеоигр почти не существует, в Голливуде продолжают пытаться достучаться до сердец геймеров и в то же время удовлетворить интересы простого зрителя. В этот раз голливудские студии порадовали нас новостями о киноадаптациях Doom и The Division. Двух популярных шутеров, один из которых, к слову, в начале 2000-х, уже успел превратиться в не самый качественный фильм. Возможно, именно в связи с провалом картины 2005 года студия Universal не спешит возвращать Doom на большие экраны. По словам представителей компании, сейчас работой над фильмом занимается отдел, отвечающий за кино, выходящее на стриминговых сервисах и DVD. Несмотря на это, актриса Нина Бергман, получившая одну из ролей в экранизации, информации о которой пока не так много, заявила, что новый фильм по Doom будет лучше предыдущего за счет хорошего сценария. Что ж, планка невысока, так что хотелось бы, чтобы картина действительно смогла ее преодолеть. С киноадаптацией The Division дела обстоят куда интереснее. На этой неделе было объявлено, что фильм поставит Дэвид Лич, режиссер Джона Уика и второго Дэдпула. Помимо режиссера с именем, картина может похвастаться россыпью актеров первой величины. Главной роли в ней должны сыграть Джейк Джилленхол и Джессика Чистей. Есть, впрочем, и небольшая ложка дегтя. Производством The Division занимается киноотдел Ubisoft, за плечами у которых экранизация Assassin's Creed, провалившаяся в прокате и получившая плохие оценки критиков. Надеемся, что на этот раз у студии получится значительно лучше. Вне зависимости от того, предпочитаете ли вы Call of Duty или Battlefield, неделя у вас должна была получиться насыщенной, ведь в прессе появились новости о каждой из этих популярных франшиз. Для начала самую настоящую бомбу сбросили журналисты из Polygon, источники которых сообщили, что в Call of Duty Black Ops 4 не будет полноценной одиночной кампании, вместо которой игроков традиционно будут радовать мультиплеером и зомби-режимом. Выглядит всё это странно, ведь по информации пресса, разработчики активно работали над одиночным режимом вплоть до того момента, как сверху пришла команда сфокусироваться на сетевой составляющей шутера. Вокруг этих новостей сразу появилось множество спекуляций насчёт того, что разработка проекта сошла с рельс, и компанию было решено отменить из-за того, что издательство Activision торопит сотрудников студии Treyarch и вообще относится к создателям Call of Duty по-свински. Естественно, подтверждения этим слухам нет, поэтому их стоит делить надвое. А вот информацию про то, что вместе с Black Ops 4 в серию добавят режим королевской битвы, стоит воспринимать всерьёз, ведь о ней говорят сразу несколько источников. Похожие новости поступили из стана разработчиков Battlefield V. По словам инсайдеров, в студии DICE вовсю трудятся над батл-ройал-составляющей проекта, которая может стать отдельным сервисом и выйти в качестве бесплатного дополнения к основной игре. Activision, как и EA, не стала комментировать материалы прессы. Но, согласитесь, было бы странно, если бы два крупнейших игрока на рынке шутеров продолжили игнорировать жанр, который продолжает набирать популярность среди геймеров по всему миру. Короче говоря, советуем вам приготовиться к ещё двум королевским битвам. К обновлениям и балансу Hearthstone можно относиться по-разному, но невозможно отрицать тот факт, что миллионы пользователей по всему миру любят коллекционную карточную игру от Blizzard. Во многом это заслуга Бена Броуда, геймдиректора проекта за 15 лет прошедшего путь от разносчика пиццы, дружившего с сотрудниками студии, до руководителя одного из её самых успешных проектов, в некотором роде определившего лицо целого жанра. Именно поэтому новость о том, что Броуд покидает Blizzard, стала неожиданностью. По словам разработчика, он испытывает чувство гордости за проделанный им и его командой путь, а также очень рад тому, что его проект смог коснуться жизней большого количества людей. Но для него пришло время двигаться дальше. Теперь Броуд займётся открытием новой компании, и пока не уверен, что она будет заниматься разработкой игр. Несмотря на это, создатель Hearthstone надеется, что в скором времени продолжит заниматься созданием новых проектов. Что ж, пожелаем ему удачи в начинаниях. Ни для кого не секрет, что на этой неделе вступила в силу блокировка мессенджера Telegram, для борьбы с которым Роскомнадзор начал отправлять в чёрный список миллионы IP-адресов, в результате чего пострадали сервера Google и Amazon. Естественно, это привело к плачевным последствиям не только для геймеров, но и простых пользователей интернета. Множество россиян пожаловались на перебои в работе различных сервисов, от Viber до PlayStation Network. Среди других заметных жертв Роскомнадзора шутер Splatoon 2 для Nintendo Switch, онлайн-игра Guild Wars 2, а также стриминговый сервис Twitch, перебои в работе которого мы испытали и продолжаем испытывать на себе. Что характерно, многие пользователи Telegram по сей день продолжают заходить в мессенджер, не используя VPN. Ситуацию можно свести в шутку, да и проблемы испытали далеко не все пользователи Рунета. Но сам факт их наличия не вызывает ничего, кроме грусти. Складывается впечатление, что правительство действительно взялось за свободный интернет. И дальше будет только хуже. Что характерно, вместо извинений за свою деятельность, чиновники, часть из которых продолжает пользоваться Telegram, заявили, что люди, пострадавшие от блокировок, занимались чем-то не очень социально значимым и сделали из мухи слона. Выводы, как говорится, делайте сами. На этом все. Обсуждайте новости недели в комментариях, подписывайтесь на канал, ставьте лайк, жмите на колокольчик, чтобы не пропустить следующие выпуски IGM News и, разумеется, вступайте в наше сообщество в ВК. До новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok